Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Ребята, у нас с вами сегодня финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем на этот раз в стране безопасности. Ну что ж, предлагаю, не теряя времени, приступить к нашему первому конкурсу. Мы будем снова говорить, как и в предыдущие три дня, о правилах дорожного движения для детей. Сегодня мы с вами будем составлять загадочный кроссворд. Необходимо будет, вот у вас у каждого на стенде нарисован кроссворд, пока он пустой, вам необходимо будет его заполнить. Назвала я его загадочным, потому что вписывать в пустые клеточки вы будете ответы на мои загадки. Поскольку задание такое не из легких, каждый правильный ответ будет стоить 4 фишки. Правильный и быстрый ответ. А просто правильный ответ будет стоить 3 фишки, а одна за скорость. Заодно проверим вашу не только сообразительность, но и грамотность, насколько вы грамотно научились писать в школе. Ну что, будем начинать? Итак, отправляйтесь к своим стендам, берите в руки маркер. Первое слово, ребята, очень большое, оно состоит из 11 букв. Но вы знаете очень хорошо это слово. Более того, этой теме был посвящен один из разговоров с нашим инспектором по безопасности, тетей Олей. Так что просто будьте внимательны, правильно его напишите, а знать его вы знаете. Итак, первая загадка. Две дороги долго шли, и друг к дружке подошли. Ссориться не стали, пересеклись и дальше побежали. Что это за место? Всем нам интересно. Когда две дороги шли, встретились, пересеклись и дальше побежали. Не подсматриваем, думаем самостоятельно. Задание на скорость. Когда встречаются две дороги, они пересекаются, расходятся в разные стороны. Как это место называется? Пишем быстро, Ева, но не забываем о грамотности. Не можешь вспомнить, как называется? А первую букву ты написала, откуда ты ее взяла? П? Пи? Или это ты посмотрела у Никиты, просто что успела посмотреть, да? Нет? А что ты хотела написать, Ева? Только я забыла слово, но две первых буквы помню. Да? Так не посмотреть. Ева, это перекресток. Перекресток. Ну, давай, ты напиши быстренько эти буквы. Перекресток. Никита молодец, написал все верно, без ошибок. Поэтому четыре фишки я тебе уже вручаю, ты можешь их положить себе в коробочку. А Ева будет отгадывать у нас следующую загадку, стараться. Потому что я очень хорошо рад гадам кросс-морды. И все запомнил. Перекресток. Так, ну, вторую загадку будете записывать под циферкой 2. Хорошо, Ева. Итак, слушаем вторую загадку. Под ногами у Сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь народ. Не смотрим, Никита. Что за такая у нас дорожка полосатая? Ева справилась, покажи, Ева. Умничка, молодец. Быстро справилась и правильно. Поэтому тебе в коробочку я уже положу четыре фишки. Молодец. Е. И Никита вспомнил тоже. Никита у нас получает три фишки. Так. Следующая загадка, ребят. Последняя загадка. Здесь не катится автобус. Здесь трамваи не пройдут. Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут. Для машины, для трамвая. Путь дорога есть другая. Пишем отгадку. Где это у нас пешеходы двигаются? Пешеходы. Где ходят, Ева? Молодец, Никита. Без ошибок. Ева, вспоминай. Если вспомнишь, не подглядывай у Никиты. Я тебе засчитаю три фишки дам. Вспоминай. Как называется это место, где ходят пешеходы? Я сюда поставлю. В дом. Начинается на букву нул. Сама уже вспомнила. Вот видишь, молодец. Да. Так, Никите, четыре. Четыре фишки у Никиты. Ева, записала? Быстрее, Ева, быстрее. Ну-ка, покажи. Правильно отгадала, Ев. Но одну ошибку допустила. После «Р» пишется буква «О». Поправь, пожалуйста. Так, но, тем не менее, правильно. Поэтому три фишки у тебя в копилочке. Это твои? Можешь уже считать. Ева сейчас к нам присоединится. Присаживайся, Ева. Итак, ребята, считайте, сколько фишек вы заработали в первом конкурсе. Семь. Хорошо. Одиннадцать. Одиннадцать. Отлично. Ну что ж, ребята, вы, наверное, уже догадались, что сейчас, сегодня, наша последняя встреча состоится с нашей хорошей знакомой, экспертом по дорожной безопасности, тетя Оля, которая работает в ГАИ. Давайте послушаем, что интересного она хочет рассказать нам сегодня. Ребята, здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте. Хорошо. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы узнаем, кто же из вас стал победителем. Но это потом. Сейчас у нас новая тема. И называется она «Мигающий человечек». Ну что, я вас заинтриговала? Да. Заинтриговала? Да. Да. Вчера мы говорили с вами о пешеходном светофоре и о человечках, нарисованных на его глазах. Сегодня мы подробно разберем, что они нам говорят. Начнем с простого. С человечком на красном фоне. Что мы должны делать, когда загорается красный? Мы должны остановиться и подождать, пока машины проедут. Правильно. Тут все легко и просто. А вот с человечком в зеленом кругу все намного сложнее. Слушайте и запоминайте. Если мы подошли к пешеходному переходу, и нам зажегся зеленый сигнал светофора, а человечек уже идет, мы обязательно, посмотрев по сторонам, начинаем переходить дорогу. И тут зеленый сигнал светофора начал мигать, а человечек от нас убегать. В этой ситуации мы с вами должны поспешить. Но, обращаю ваше внимание, не бежать. Времени на переход осталось мало, и нам надо успеть перейти дорогу. Поэтому, прибавив шаг, мы следуем по переходу на противоположную сторону проезжей части. Пришла пора нам с вами прощаться, ребята. Чем бы не закончилось соревнование, вы оба победители. После этой игры вы будете знать намного больше о безопасности. Берегите себя и до новых встреч. Никита, Ева, сейчас вам необходимо пройти последнее испытание, которое я для вас подготовила, после чего я с радостью объявлю вам имя победителя 23-й игры в стране безопасности. Все вопросы, ответы на них вы знаете. Вы слышали в одной из наших передач, наших игр, о них говорила тетя Оля. Поэтому, если вы внимательно ее слушали, то не составит труда вам ответить на все эти вопросы. Каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Если вас будет дополнять соперник, то две из них перейдут в его копилку. Кто будет начинать первым отвечать на вопрос? Никита. Хорошо. Итак, первый вопрос из первого соревновательного дня. Какие правила вежливости важно знать участникам дорожного движения? Мы в транспорте, мы должны все время выступать с маленькими детями, а не с родителями, беременным людям, старым. Жилым, беременным, так еще. Когда мы движемся по дороге и нас просят уступить дорогу, как нужно поступать? Нужно уступить дорогу. Конечно, дорогу нужно уступать и нужно предупреждать, ребята, об опасностях. Если, например, сзади человека едет машина, а он не видит, значит, надо сказать, отойди куда-нибудь в сторону, сзади тебя едет машина. Правильно, нужно обязательно предупреждать еще об опасностях. Никита, очень важно, ты вспомнил обстоятельства. Хорошо, и нужно всегда помогать в устранении, если какие-то неприятности, опасности, устранение этих опасностей, опасных ситуаций. Хорошо, Никита, я тебе чуть-чуть помогла, так я себе одну оставлю и тебе две фишки там, хорошо? Держи, молодец, много вспомнил. Ева, второй вопрос твой. Слышали вы ответы, тетя Оля, во второй день соревнований на этот вопрос. Что такое знаки сервиса и зачем они нужны на дороге? Они нужны для того, чтобы понять то, что надо делать. Это знаки помощники или знаки, которые указывают, которые запрещают, которые предупреждают? Какие это знаки? Знаки помощника. Это знаки помощники, да, они не указывают, не предупреждают, да? На что могут указывать эти знаки помощники? Они могут указывать опасности или где можно парковаться, или можно поесть где-нибудь. Да, или достопримечательности какие посмотреть, да, Никита, что ты еще хотела? Или там, где можно набрать воды и попить там. Да, еще какие мы с вами интересные ситуации рассматривали. Там, где можно сделать место, там, где можно сделать костер, или там, где можно машину починить, или автомойку. Так, хорошо, Евочка, что еще? Еще можно, где в лесу можно отдохнуть. Молодцы. Хорошо, ребята, хорошо вы отвечали. Знаете, наверное, каждому из вас я дам по две фишки. Не по три, а вот такие полные были ответы, много говорила и Ева, и Никита, поэтому по две фишки. И следующий вопрос, Никита, твой. Третий вопрос. Как выглядит пешеходный светофор? Расскажи, Немань. Пешеходный светофор, он выглядит два цвета, красный и зеленый. На красном человечек стоит и запрещает нам идти, а на зеленом он нам дает, он нам дает, с нами переходит дорогу. Если мы подошли к дороге и он мигает, мы должны не перебегать дорогу и быстро идти. Мы должны подождать, пока загорится красный, а потом уже зеленый. Молодец. Все очень подробно вспомнил и все сказал правильно. Молодец, Никитка. Держи две фишки. И последний вопрос, Ева, твой. Что делать, если мы только подошли к переходу, а зеленый сигнал светофора уже мигает? Что делать? Надо стоять и подождать, пока что загорится зеленый. Потому что, когда он мигает, то это обозначает то, что будет уже красный. И мы не успеем перейти. Молодец. Все, по полной очень ответ дала, поэтому две фишки. Все, ребята, вопросов больше у меня нет. Конкурсы все закончились. Теперь вам осталась очень важная миссия. Посчитать, сколько сегодня заработали фишки. Мы суммируем за предыдущие три дня и определим, кто же у нас стал победителем на этой неделе. Победителем у нас стал, ребята, на этой неделе Никита. У него 65 фишек. И почетное второе место в нелегкой борьбе занимает Ева. У нее 51 фишка. Ребята, я вас поздравляю с победой. Хочу вручить вам подарки, которые вы честно заработали. Ева, это для тебя подарок. Держи. А это подарок Никита сам взял для тебя. Ребята, но хочу сказать, что самое главное, это даже не вот эти подарки, которые вы держите в руках, а безопасность. А которые вы знаете после наших передач намного больше, я надеюсь, запомните и будете применять в своей жизни. Договорились мы с вами? Отлично. Ну что ж, ребята, я желаю вам успехов и прощаюсь с вами. И жду с нетерпением встречу с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!